Алексей Здравствуйте Давайте знакомиться Я Алексей Мы уже услышали Алексей, вот вы такой здоровый, молодой, преуспевающий мужчина И всевозможными видами спорта увлекаетесь И с бизнесом все в порядке А девушки любимой нет Почему, как считаете? Лариса, я даже не знаю, как так получилось Что, ну вот не нашел я пока свою судьбу Ну вот просто пока не удается иногда совместить интересы Понимаете, Лешечка, вот те требования, которые вы выдвигаете девушке Мне кажется, они бы подошли к подруге Она должна такая, сорви голова, ничего не бояться Чтобы и на байдарках, и вниз головой И, ну не знаю, и любила путешествовать Но к семье как-то я не очень это могу применить Ну если он хочет, чтобы у него была вторая половинка сорвей голова, это я Не знаю, что я Взять даже моих друзей Юру Это я, да, 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 Татьяна и Юра Вот они же разделяют все свои Алексей Она прыгает, да, вниз головой? Конечно, конечно А дети нет? А дети нет? Нет, дети нет Леш, когда поспевает мужчина или женщина Когда они чувствуют, что готовы к браку Они начинают засматриваться на пары Вам нравится не то, что Татьяна сорви голова и соответствует своему мужу А то, что они пара И то, что им вдвоем клево, они друг друга понимают И они любят друг друга А если бы она сидела дома и вязала бы крючком У нее бы были маленькие детки Но у вашего друга так же светились бы глаза Он так же бы ее обожал Вы бы хотели такую же жену Вам хочется ощущения семьи и счастья И вам кажется, что появись такая же, как у вашего друга Танюшка, такая же сухонькая, такая же веселая И у вас все заладится Нет, потому что вам нужна та, которую вы будете любить И может быть, пусть она будет в меру боязлива В меру осторожна Для брака это неплохо Вот давайте про вашу бывшую девушку Она тоже была такая, не из робкого десятка Да, конечно, более того, она разделила со мной Какие-то мои интересы Но все это было потом выяснилось поверхностно То есть, если где-то в соцсетях там, да Она пишет, вот как же здорово было в горах А до этого в соцсетях, она говорит Мне здесь надоело, мне здесь нечего делать Сказать, почему? Здесь нету каких-то фэшн-магазинов Удобств, да? Объяснить, почему? Да Потому что, когда женщина хочет мужчину И хочет с ним в долгу Она будет с ним ходить на футбол Она будет ярой фанаткой Она выучит наизусть фамилии самых Ну, преуспевающих игроков Но все это только для того, чтобы затащить в ЗАГС К сожалению, мы коварны Теперь будем знать, что делать Леш, она будет вместе с вами ходить на лыжах И будет терпеть их, не мочь А сама будет мечтать полежать на диванчике там с журнальчиком Вот видите, и Таня головой кивает Потому что мы ради вас, гадов, на шуток не идем Вот и все Поэтому давайте искать какую-то серединку Разновешенно Я бы так не стала делать Как? Не знаю, подстраиваться под интересы И в семье всегда нужно же идти на компромисс В любом случае В моей жизни не самый хороший Ну, по крайней мере, не ради свадьбы Ну, вот с той вашей барышней Которая еще, правда, матом крыла И вас это дико бесило, да? Да, да, да Это был такой тоже Опыт в моей жизни не самый хороший Когда, да, там, незаправленное одеяло Это все Это самый великий грех этого мира В армии была, что ли? Я не знаю, где она была Может быть, с колумбизмом Ну, я тоже орую, если... Не, я тоже орую за носки, за разбросанные вещи В лагерях, да Лариса, ну, смотрите Не лежать на постели Она не работала Я работала Я приносил, как бы, доход, да? Тогда она сама должна была Быстренько подсветиться И все заправить Вот, вот А мне еще и выговаривали Ага Вы представляете? Это каждый день Вот такая ругань, скандалы Я представляю Девушка педантичная Ругань, скандалы Из-за незаправленного одеяла Зачем себе так нервы трепать Из-за такой ерунды Она не была, во-первых, вам женой На чьей территории она жила? Мы жили у нее О, тогда да Вот как бы у вас И она бы на вас имела бы право прикрепнуть Типа, пришел, порядок нарушил Не заправляет, посуду не моет А если у нее? Ну, тоже может сказать Я тебе не домработница Голова должна быть все-таки на плечах Я прихожу усталый, с работы С куском мяса Да А много мяса-то приносили? Много Ну тогда, слушай Ну тогда она что-то выкобенивалась, конечно Вот и что, собственно, и привезло к нашей разлуке Мужчина должен иметь зарабатывать И мне не нужен мужчин 20 лет А мужчина в 30 лет уже вполне может осилить Да, осилить ипотеку Матом гонял это по квартире Мат, знаете, когда был? Когда вот, например, едем, она за рулем Она еще и вас возила? Ну, мы периодически менялись как бы Ну, в такой ситуации-то еще ноги срываются Не, ладно, не срываются А машина ваша или наша? В смысле, ее Ваша А он еще, она водителем работала Смотри, квартира ее, машина ее Жил у нее Могла его чем-то мыть, угнуться Смотри, он привык, что девушка с приданным Мне приданного никакого Лариса, представляете, вот ты сидишь спокойный, да? И когда просто, ну, безобидная ситуация на дороге И тут рядом с тобой, трехэтажным, как вот, прям в полный голос Ну, в общем, да Ну, куда это? Ну, это не секс, и, конечно, потом с такой барышней как-то не хочется Вот Интересно, а ей-то он что давал? Хотелось бы услышать, конечно Надолго хватило-то? На два года Ух ты! А вторая история? Это и была вторая история Да? Ну, первая тогда Там вообще девушка хорошая-то была, девушка спокойная Да, зачем она ему спокойно нужна? Вот именно Засох рядом с ней Конечно, ну, там было все, знаете как? Очень скучно То есть, вот, банальная ситуация Вот Юра или Таня, там, или, там, наши общие какие-то друзья Приглашают в гости Ну, все вот приходят парами Она говорит, я остановлюсь дома, валят, смотрят телевизор И так каждый раз Еще по магазинам еще можно сказать Да никуда она не ходила Это вторая ходила по магазинам Она предпочитала прогулку на лыжах, там, пошепаринговать А на свои деньги-то ходила? Извини, Росс, на твою территорию лезет Слушайте, у нас, я вот, что с первой, что со второй У нас был все время общий кошелек То есть Мы все в тумбочку складывали, а мы оттуда пользуемся Совершенно верно Только раз смотришь, нет 17 тысяч, нет 20 тысяч Ну, хорошо То есть, и появляются новые сапожки, новые телефончики То есть, как-то вот так Я считаю, что в моем понятии Это не общий кошелек должен быть Основная часть трат лежит на мужчине А девушка зарабатывает на себя И если есть необходимость, то она помогает У всех бывают сложные моменты И женщина должна поддерживать своего мужчину Но все-таки одной же готовы уже были делать предложение? Да, это правда У нас уже все, собственно, шло к свадьбе Но был такой момент интересный Когда началась очередная истерика И я просто сам психанул и собрал вещи Вообще, женщины могут иногда и поистерить Вот мы, например, вскрываем мозг нашему папе Игорю Что нам нечего носить, мне и дочке Он просто уже аж заикает, не счастлива Вот не терплю истерик У меня все Да, мы тоже начинаем все разбрасывать Как-то он уже ждет с ключами в прихожей Я начинаю орать, что мне нечего надеть И дочка орет, что ей нечего носить Ну вот, знаете Зато рубашки гладите А нам даже вот Ни разу, ни разу За два года Вот рубашки гладить, это Это мое Я даже когда разводилась с твоим мужем Перед тем, как улететь Ты сама знаешь Ты мне гладишь Нагладила все рубашки Приготовила еды Брала дом И со спокойной душой уехала Леша, а кроме того, что вы своих грязных, вонючих денег приносили в дом Что еще вы делали для себя? Почему же они грязные и вонючие, Лариса? Потому что деньги, это злой гад Они кровно заработанные Мы их почему так тратим? Потому что нам противно их иметь дома и в руках Мы прямо от них Вот ты не могла бы за следующей зарплаты ту гадость мне отдать? И мне тоже Я в натуральном готова В виде подарка Хорошо Что-то еще делали Навстречу своей барышне? Ну, да много чего делали А то пришел мужик, так, получку на стол бросил И в горы А вот, кстати, вы говорите, вы каменная стена Это как? Это так, что как бы я самодостаточный Надежный Я надежный человек, это правда Я сейчас не могу сказать, что я ему доверяю Ты доверяешь? Но время покажет Ну, нужно нам пообщаться сначала Потом доверять Ребят, я о хорошем У меня прекрасная новость, Леша Вы порвали ногу или сломали? Да, у меня порваны связки И у меня трещина Вы пришли на проект И буквально перед проектом Что-то себе там порвали или сломали Потому что нет гениальной приметы Чем на премьере, на сцене Себе что-то сломать, порвать А если ты еще разбился И у тебя кровь Это все, это значит Такая будет пруха И проект обречен на успех Да ты что, это такая примета? Да что ты На премьере особенно Упасть, сломать, порвать А я вот хочу тебе сказать Плохая примета только если на сцене умираешь Потому что тут же ищут замену А все остальное, это круто Давайте синяка добавим тебе Давайте Нет, на самом деле Я предполагаю Что старая театральная примета В нашем случае работает Потому что в течение года Года с небольшим Вы точно встретите Очень серьезную свою любовь А сегодня? Ну я В течение ближайшего года Уже можем считать Что уже процесс пошел Действительно Ребят, тогда смотрите Уже время истекло Невесты бьют каблучком Все хотят знакомиться Быстренько на путь Кто осчастливит? Значит По пункту, да? Красивая ты кого желала? Добрая Добрая Я порядочную Чтобы готовила вкусно Встречала все-таки С носками чистыми И рубашками Это правда Это важно Ну и чтобы как Алексей хочет Разделял его интересы Чтобы хоть раз на океан Съездила и получила Это удовольствие Вот С этим не поспоришь На океан шикарно В Кению съездите на сафари Леша Леша И живут И живут И готовят И отдыхают Не знаю Я не вижу в этом Никакой проблемы Знаете, я о чем подумала Вот когда вы этот образ В своей анкете озвучили Я думаю Ну вот на кого бы Кого бы я представила Да? В виде пар То есть вот В принципе У меня первое Что пришло в голову Это такая Воительница Зена Ну успешная Там все В любой момент Там хочешь прыгать Прыгнем Хочешь там На Эверест Пойдем И так далее Но когда я тут вас увидела Знаете, вы что-то на Геракла Не особо тянете Мне больше Знаете, образ Как бы Красавицы Шахерезады Умница Вот у нее точно Сразу и дети И приготовят И сама что не знает То спросит Вот я вам такую Буду Восточную Желать Не надо Восточную желать Ну а Красавицы Почему? А ты что, уже не хочешь Чтобы он к тебе Зашел? Лиса лучше знает Кого ему нужно Поэтому послушаем Как бы мы не советовали Вам женщину спокойную Ваш сексуальный образ Это женщины деятельные Активные Деловые Но хорошо бы Чтобы она при этом Не оказалась еще Пустой хлопушкой Потому что Женщины просто громкие И просто энергичные Они далеко не всегда Бывают наполнены Каким-то внутренним содержанием Поэтому я вам советую Зрить не только Вот на эту Энергичность внешнюю Но и на то Чтобы в человеке Что-то было Она должна И это очень важно Жить по вашим принципам Ты готова жить По его принципам? Я пока еще не знаю Его принципы Но если они будут Совпадать с моими А то, что вам перечислил Что, убирать, гладить И готовить? Ну это нормальное Обязательство, обязанности Свою систему принципов Вы точно просто так не отдадите И учтите, пожалуйста, что Женщину мягкую Вы способны быстро утомлять Вас в общении бывает В парном Многовато Вы бываете слишком энергичны Слишком напористы Не всякий человек Вот этот вот напор выдержит Но Нужно дозировать иногда И внимание И стиль общения с человеком Пытайтесь себя контролировать Потому что правда Если она будет очень чувствительной Она быстро потухнет Рядом с вами А кто Алексей по гороскопу? Он рыбы Но с таким мощным Мощным Пулом планет в овне То есть вы на самом деле Больше овен Чем рыба И девушка вам нужна Ровно такая же Овен сложный мужчина После рекламы у нашего жениха Состоится первое свидание Не пропустить Вы смотрите Давай поженимся У нас в студии Алексей Встречайте первую невесту Удачи Спасибо Тонкая Романтичная Здравствуйте Светлана Здравствуйте С кем вы? Я приехала с подругой Ее зовут Анжелика Очень приятно Давайте на вас посмотрим Светлана 21 год Персональный тренер По бодибилдингу Абсолютная чемпионка России в номинации Фитнес-бикини А также финалистка Международных турниров Предупреждает Что очень упертая И с ней бесполезно спорить Светлана рассталась С возлюбленным Потому что тот Замучил ее своей ревностью И пытался контролировать Всю ее жизнь Надеется Что Алексей даст ей Необходимую свободу Вам всего 21 год И уже столько титулов Уже столько побед Рано повзрослели Рано начали взрослую жизнь Да У меня были первые отношения Они начались Я начала жить с мужчиной Мне было 16 лет О, ранняя Ранняя девочка Это У нас было 2 года Совместной жизни И в принципе Ну Скажем так Жизнь заставила меня Рано повзрослеть Что такое? Почему? Меня всегда тянуло к старшим Мне никогда не нравилось общаться А вы из какой семьи Солнце? Мама, медсестра Папа Снабженец На заводе Почему тогда Вам не дали развиваться Ну Адекватно возрасту? В 16 лет Там Заканчиваете школу Потом институт Почему? Пошли рано работать Почему рано Разрешили жить С молодым человеком? Я всегда хотела хорошо выглядеть Хотела заниматься танцами Своим любимым делом Заниматься собой Но мне говорили Если ты чего-то хочешь Заработай на это Я поняла, что значит нужно зарабатывать Странный метод воспитания для девочки А вы нуждались в детстве? Денег не хватало? Не, ну как Тяжело жили? Нет Жизнь была не тяжелой Просто всегда хотелось Может быть выглядеть чуть-чуть лучше своих Одноклассниц А что? Косметика дорогая Вещи дорогие Косметика одежда Голос у нее как у мужика, конечно Грубоват, согласна Ну вот расскажите о своем молодом человеке Который вас замучил ревностью Ну как так Это очень грубо сказано Замучил ревностью Познакомились мы в тренажерном зале Это был мой фитнес-инструктор С чего началось Мое занятие спортом Вы в него влюбились Стали жить вместе Да Он смог все-таки Расположить к себе Он очень деликатно ухаживал Очень терпеливо ждал Когда я вот Созрел для каких-то отношений Ну хорошо И как развивались дальше события Почему вы не вместе? Мы пристречались с ним два года И за эти два года Мы успели порядком устать друг от друга Он вас кормил все время Какими-то обещаниями Вот завтра заработает Завтра будет Завтра отдыхает Завтраками кормил Человек жил какими-то иллюзиями Мифами То есть если я больше реалист по жизни То он считал, что вот через две недели Там уже и собственный бизнес Что вот все доступно Все сейчас будет Ну мне кажется, в мужчину тоже иногда надо верить Если он чувствует то, что девушка в него не верит То у него как бы и нету какого-то стимула в дальнейшем Вот этот бодибилдинг Я в свое время тоже как бы немножечко так это попробовала Там же это, там режим Времени, уйма, когда работать Питание особенное Питание там вообще Ты же все нарушаешь, все можно сказать на это крест Как же в пампушке А борщ с пампушками Так вот вы же готовы Вас готовы к чемпионату, вы выиграли Значит вы не работали, как я понимаю Почему нет? А где вы работали тогда? Ну это был ваш совместный проект еще Оба работали инструкторами тренажерного зала Аааа Светочка, это был ваш проект Да Вы были его профессиональным делом И вот вы получили титул Мисс Бикини, да? Фитнес Бикини Ну клево И дальше следующий виток После этого что? Чего вы стали добиваться? Мы поставили новые планки Мы решили, что надо выходить на международный уровень Да, начали ездить на международные турниры Он прям вообще задумчивый Молчит Молчит Вам 21 год Каких высот еще хотите достигнуть? Что у вас в планах? Если вдруг беременность, фигура испортилась, вес набрали У вас есть запасной аэродром? Чем-то заняться еще? Нет, я считаю, что вот я сейчас занимаюсь своим любимым делом Я выступаю, когда я захочу иметь семью детей На какой-то период времени, понятное дело, что мои выступления и соревнования прекращаются 21, я думаю, она еще пока собой будет заниматься какое-то время Ну рано, конечно Я думала, года 2-3, наверное, точно Хотя разные девушки бывают Ну вы пришли на программу, давай поженимся Подразумевается, что вы выйдете замуж и будете рожать детей Но это получше договоренно Но даже более того, когда вам исполнится лет 40 Вы в любом случае не сможете продолжать эту карьеру Просто в силу уже физических кондиций Чем тогда будете заниматься? Я продолжу свою работу тренерской деятельности Я буду готовить молодых начинающих спортсменов соревнования А вот у меня вопрос Наш, как я уже сказала, Лешенька не геракл И пузико у него там где-то Почему? Черный пузик? Откуда у него вот это? Ну и что, я видала и других А ты статуи Геракла вообще видела? Видела бы в кино Среди них далеко не все Кубики прямо это Вот больше даже на нашу свечку похож Вы его будете заставлять гонять, чтобы кубики появились? Ну вам такой вариант нравится? Не будете его совершенствовать? Алексей, можно просьбу одну, чтобы Роза успокоилась? Вот просто для меня Выйдите, пожалуйста, на сцену Покажите пару приемов Да, покажите Ну как вы себе представляете? Я представляю в полноги Вот так, где у вас связь Ну хотя бы руками что-то Не знаю, хотя бы какую-то позицию Я еще раз всем говорю Алексей порвал связку на ноги Ну хоть что-то Вот как бы Юрий, поможешь мне? Юрец Огурец Всегда пожалуйста Помогайся Давайте какую-нибудь элементарную связку покажем Поехали? Бам-бам-бам-бам-бам-бам Все Браво-браво-браво Успокоилась наконец А другой будет с кубиками Деревянный Просто у меня Тренер Тренер по китбоксингу Выглядит совсем по-другому Вот как Светочка Только в мужском обличье Господи, ну извинитесь Алексей перед Розой Что вы не так выглядите Вообще вот я на него смотрю Вот ему 30 лет Но ему Года 23 даже Вот по поведению А вы не ревнивы, кстати? Местами А как это? Ну, это должен быть какой-то Смотри, 9 лет разницы Смотри на это Так она сама ходячий повод просто Ну Я поняла, что такое ревновать местами Это к определенным местам тело ревнует А к определенным нет Должен быть повод Вообще я очень доверчивый человек А я думаю, мы сейчас на сюрприз-то посмотрим Будет и пусто Вот вам и будет повод Давайте Поэтому, святость, переодевайтесь, милая Только быстрее Светлана всегда одевается, когда откровенно? Нет То есть в повседневной жизни Мы можем рассчитывать на то, что она не будет шокировать друзей Не будет А сейчас вас что-то шокировало? Да, безусловно Правда? Ну, приятно шокировать Научись завидовать молча Причем здесь завидовать Да даже если бы она пришла в водолазке Или в глухом платье в черном в пол Это было бы еще более эротично, правда? Давайте посмотрим на сюрприз АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Светочка, порадовала, дорогая. Проходите со своей подружкой в комнату. Обалдеть. Смотри, а Танюха Юрцу-то не давал. Он мне, смотри, все время что-то ему... Он туда, она ему с кем-то вопросом... Картошку купил? Я говорю, я картошку купил. Он наш сын, она... А знаешь что, если бы Сережа сидел, я бы ему просто обеими руками бы закрывала. Глупый же. Но просто... Ну да. Красавец. Красавец. А как сейчас, сводится, нет челюсти? Красавец. А обратно собрать не может. Юрась, ну как? Ну, я могу сказать, что моя жена лучше. Это сто процентов. Ты мой тоже бы так же сказал. Естественно. Естественно, это правда? Мне есть чем сравнить? Вы же хотите прожить этот вечер до конца? Есть чем сравнить? Я вижу. Ребят, ну конечно, она с детства... Представляете, в каком режиме жила? Представляете, количество запретов, внутренних ограничений, и она им следовала из года в год, изо дня в день. Даже адовый, каторжный труд она его выбрала, чтобы стать тем, кем она стала в 21 год. Представляешь? Ну да. Ну конечно, ей сегодня посвятить себя, то есть в один день все бросить, ради чего? Ну ради чего? Скажите на милость. Я, конечно, не буду вам ее рекомендовать. Зачем же ставить крест на себя? Пусть она еще лет пять, пусть она за нашу страну где-то там еще... Повоступает. Повоступает, да. А потом придет к нам. Роза. Я бы, честно говоря, вот качество тренировки, мы бы Светочка предложила бы, а на вас быстренько странешка, такую странешку бы сделала бы. Василиса. Василиса, улыбаешься. Да Роза уже Алексей и так эдак, уж он и не Геракл, и не Аполлон. Гигантское количество женщин любят мужчин в вашей комплекции, поэтому прям все прекрасно, могу сказать. Я, например, не Акушка. Действительно большое количество женщин. Что могу сказать? Светлана, вот так выглядит девушка марсианского типа, управитель гороскопа Марса, причем Марс в экзальтации, очень сильный. Это человек, который действительно живет по мужской программе. Она четко знает, чего хочет. Она по этому вектору движется, никогда с него не сходит. В отношениях сразу начинает неосознанно мужчиной командовать. Поэтому, я думаю, тот самый ее тренер, непонятно, кто кем командовал, непонятно, кто кого тренировал. При этом она командовать командует, потом может горько раскаиваться, переживать. Но потом снова и снова будет выстраивать мужчину. Вам такая девушка не приглянется, вам сложно будет, когда вас пытаются выстраивать, не более, что вы постарше. Поэтому нет, не ваш случай. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Алексей. Встречается вторая невеста. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. С кем вы, Тань, пришли? Я пришла со своей подругой Александрой. Здравствуйте. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Татьяна, 25 лет. Хостес в ресторане. Занимается йогой, сплавляется на байдарках и прыгает с парашюток. Предупреждает, что любит поговорить и не любит сидеть на месте. Считает себя ревнивой собственницей. Вышла замуж за турка, который ее страшно ревновал, а сам приводил в дом других женщин. Татьяна надеется, что с Алексеем она начнет жизнь с чистого листа. Может быть, вы есть та самая сорвиголова, которая нужна нашему жениху, и байдарке? Я не исключаю. Это я. Ну, это я, это я. Скажите, это вот ваша такая чрезмерная активность вас привела к турецкому жениху? Я всегда была активная. Я очень влюбчивая. А как вы его нашли? По интернету познакомились. Опа. Вот. Вот гляди, как у нас эти истории-то. А вот наш сайт знакомств под нашим брендом «Давай поженимся». Вот таких вот случаев просто будет исключать. А на каком языке общались? Мы общались первое время, и у нас было очень интересно. На русском, на английском, и я в тот момент начинала учить турецкий и чуть-чуть на турецком. А кроме Наташи, Горбачёв, водка, они что-то ещё знают? Знают. Знают песни русские. Очень чёрные. Очень чёрные. Особенно хорошо по электронной почте переписываться песнями. Такой-то он недовольный сидеть всё это время. Может быть, он немножко избалованный мальчик, нет? Ну, что в нём было такого особенно, чего нет в наших парнях? Ну, возможно, это была любовь и был, наверное, какой-то интерес. Мне хотелось посмотреть, а как оно там? А как люди живут? А зачем же всё там не бежит? Купила тур, господи мой, поехала и позажигала там с аниматорами. Да, я знаю. Возможно, это какая-то моя глупость. Я не отрицаю что-то. А он оплачивал, да? Да. А, ну чё ж, а чё, так не съесть за бесплатно-то? Тань, а не смотрите телевизор, социальные программы? Я смотрю такие передачи, но я всегда... Всегда кажется, что мой Мухаммед будет другим. Конечно. Я бы, наверное, не смогла так уехать. Да ладно, ты поехала бы. Если бы любила и действительно дорожила бы отношениями, ты бы поехала. Вы же с маменькой там всего тусили? С мамой я его очень хорошо общалась. Пельмешки лепили? Пельмешки в воскресенье. Турецкие? Пельмешки. Нет, я лепила наши русские пельмени. Только чуть-чуть поменьше, но старалась очень сильно, чтобы ему понравилось. Я всё делала для него. Я готовила, узнавала, что он любит. А вы с ним как? Он же мусульманин. А вы с ним как расписались-то? Он к этому абсолютно нормально относился. Нет, нет. А что было? Брак, сочетание прямо? Вы где-то расписались? Что это было? Нет, мы расписались. Мне кажется, девушке очень хотелось замуж, если она вышла за турецкого мужчину. Не обижал? Не обижал. Только 100 долларов давал всего. Да, вот, кстати, в день или в месяц? Ну, это было по-разному. В первый период нашей жизни он меня очень урезал в финансах. Говорит, зачем тебе? А так жарко там. У тебя же в дом всё есть. Продукты они приносят обычно этим. Я поделюсь. На них покупают что-то. Вообще это традиция. Вот бассейн. Вот тебе бассейн. Хочешь что-то? Пожалуйста, позвони мне, тебе принесут. Хочешь что-то одеть. Поехали, я тебе куплю. Ну, зачем тебе принес? Да. Если она не работает, понятное дело. У него есть определенный бюджет. У них другие взгляды. Что ожидать у человека из другой страны вообще. Конечно. Менталитет другой. У них женщины сидят дома и ничего не делают. А как узнали, что он изменяет вам с вашими соотечественницами? Как я узнала, ездила я к своим родственникам. У меня не было 10 дней. Приезжаю домой. У нас дома был общий ноутбук, в котором мы скидывали фотографии, какие-то данные. Ну, понятно. Да. Он остался в ноутбук открытым. Я решила скинуть фотографии своей, которые я привезла. Открываю я файлик с фотографиями. А там файл Светлана, Ольга. И вот просто по папочкам так все разложено. То есть он даже не скрывал. А что на фотографиях-то было? В ее тапках, в ее каких-то одеждах. Да, в моих тапочках ходит. И домой, домой приводил под лес. А вот, кстати, знаешь, что больше раздражает? Не то, что мужчина это делает, а то, что одевает твое белье. Нет, нет. Это такая грязь. Как можно не тащить это с сеной? Для меня еще было очень-очень сильно... Что он, на море? Ну, недалеко от моря. Ну, мы ездили, выезжали на море. Ну, и когда вы его приезжали к стенке и сказали, что это объяснило? Я даже сильно не прижимала. Я просто... Он приезжает, и я только оставила фотографию, где он так с девочкой сидит. Прямо так обнимается. Я говорю, хорошая фотография. Прямо ты вот хорошо тут вышел. А он такой, ну да. Я говорю, ты ничего не хочешь объяснить? А это просто друг. Я говорю, ну, отлично, друзья. Да, вот мы заехали буквально на полчаса. В Краиню. И поехать в ресторан. Я говорю, ну да, замечательно. Когда люди приходят в чужой дом на полчаса, они, по-моему, не переодеваются и тапочки не одевают. Там шортики не меняют. Но это всего не может быть. Это ведь не стало, да, отправной точкой для того, чтобы собрать вещи и уехать обратно и развестись. Вы же еще долго терпели? Я на протяжении, наверное, около месяца думала. Я бы не стала такое терпеть. Нигде. Ну, она ведь туда и не поехала. Я бы туда и не поехала. Пытался вас оставить? Он до последнего просил меня, чтобы я дала ему еще один шанс. Ну, то есть он вас оставлял? Да. Просил прощения? Да. А вот в анкете вы написали, что вы хотите богатого мужа. То есть вы прямо так говорите, да, я хочу быть содержанкой. Правильно я понимаю? Я не говорю, что я хочу быть содержанкой. Не, ну, богатого мужа хотите. Я хочу, чтобы он был... А ты не хочешь? Хочу. Не, так у меня, на самом деле, мы же все этого хотим. А как оно уже будет, ну, хотеть не вредно. Нет, а у нас вот Алексей на богатого-то не тянет. Ну, прямо вот на богатого-богатого, как ваш турок. Уже и не Аполлон. И на богатого не тянет. Ну, ясно-таки зрение, аналит, сваха, которая должна сегодня Алёху женить. А мне кажется, что она его присмотрела для себя или для каких-то иных целей. Не надо, девочки, на меня грязь выливать. Не надо. Я хочу уберечь просто-напросто Алексея. У турок-то у нашего-то был. И дом тебе, пожалуйста, и бассейн. У нас же нет дома бассейна, правильно? А у бассейна есть? А у бассейна есть? А с чем приехала, конечно. А можно эту внуку пить бассейн. Тоже смело. Погодь, погодь, Нила, чё-чё? Поподробнее. И бассейн есть, и дом есть, всё есть. Правда? А у нас одноэтажная, двухэтажная? Дом? Да. Двухэтажная. А сад есть? Одноэтажная, между прочим, дороже. У меня два их. А сад, огород. Всё. С этого момента вы Аполлон и Геракхол. Я как скромненько. У меня два их. А вы ещё и болтушка там уже. Ну, я люблю поговорить. А сколько вы на телефоне висите? Ой, на телефоне я не... Сколько денег, да, смотри. По телефону я не люблю разговаривать. Мне приятнее... А мне приятнее на сюрприз посмотреть. Ну, хорошо. Каждое утро обычного человека и турка начинается с яичницы. О, Боже. Ну, зачем она это сказала? Турка. Он же не турок. Будем сегодня готовить для тебя яичницу. Но не простую, а восточную, наверное, да, так сказать? Для начала, чтобы это было по-восточному, обязательно музыка, настроение, да? Шикарно. Она готовит для кого? Для него или для турецких мужчин? Ну, может, ей нравятся восточные мужчины? Может быть, ей... Ну, Алексей похож чем-то на восточные. ...отправиться в Эмираты. Ты любишь яичницу? Ну, честно сказать, не очень. А ты как больше любишь? Омлет или вот, чтобы вот вложение? Да я вообще как бы... Категоричен? Ну, да. Ну, я исправлюсь в следующий раз. Хорошо, хорошо. Ну, на данный момент... Сейчас мы именно в 40 градусах. Жарится. А чем она, собственно, отличается от русской яичницы? Музыка, настроение. Я это все делаю еще с душой, с молитвой, как мне мама всегда говорила. Надо готовить с душой. Не думать о плохом. Хорошо. Думать только о хорошем. Даже обычная яичница будет гораздо вкуснее. Да, действительно. Ничем не отличается от русской. Ну, давай попробуем, что получилось у тебя. А можно я тебя покормлю? Ну, покорми. Ну, чуть-чуть. Давай. Поухаживаю за тобой. Давай. Я спирала. Спасибо. Может быть, это обычные яйца, но они приготовлены с душой. Спасибо большое. Очень вкусно. Проходите в свою комнату. Я переволновалась. Держись. Ну, это, мне кажется, глупость рассказать на фоне Турции, где она там кувыркала со своим возлюбленным, жарить по-турецки почему-то яичницу. Вот это непродуманно и глупо. И она себе, конечно, поставила огромный минус. Промах. Ну, ладно, представьте. Ну, как вам? Ну, смотрите, вы же хотели такую активную парашютную спорт, велоспорт, легкая на подъем. Так сорвалась. Это же точно прыгнет на эвере. И раз оптимистичная, вся светится, улыбается. Причем я хочу сказать, что у нее это настоящее. Это не картинка для нас здесь. Там сильнейшее соединение в стрельце восходящее. И она человек, который вот эту энергию во все привносит. Иногда не видит важных, значимых подробностей в жизни. Ну, естественно, пообщаться по интернету, поехать, быстро выйти замуж в чужую страну. Да. Опрометчиво, безусловно. Но вот она, легкость на подъем. Ну, вот такая безбашенность, присущая молодым. И я предлагаю Алексею встретить и встретить невесту. Проходите. Боже, какая роскошь. Цвет такой потрясающий. Спасибо. Какой фантастический цвет. С подарочками. С кем вы? Со мной мои лучшие подруги. Это Елена и Елизавета. Давайте на вас посмотрим. Илона, 28 лет. Главный специалист по работе с клиентами в банке. Увлекается вейкбордом, катается на сноуборде и на роликах. Мечтает прыгнуть с парашютом и побывать в Кении на сафари. Жалеет, что мало времени уделяла родственникам. Илона, 11 лет, встречалась с молодым человеком. Ждала от него предложения руки и сердца, а он сбежал в Париж с ее подругой. Надеется, что Алексей не способен на предательство. Вы из Питера. Да. Экстремальные виды спорта. Да? Ну, не совсем экстремальные, но... Ну, вас это не пугает, во всяком случае? Нет. Мне это нравится. Я очень... Вы жалеете о том, что мало времени проводили со своими родственниками? Поясните. У меня случилось две трагедии в семье. Год назад у меня умерла мама, и 9 лет назад у меня умерла сестра. Поэтому в таком возрасте уже... Илоночка, я вам очень сочувствую, дорогая. Спасибо. Ну, ничего. Это жизнь. А сейчас с кем вы? Кто поддерживает? Папа, племянник. Илоночка, у вас были очень долетельные отношения, 11 лет. Почему никуда, ничем не закончились? Ну, кроме как расставания. Ну, обычно говорят, что люди, когда долго встречаются, они все равно расстаются. Если в более раннем возрасте не случилась свадьба. Ну, так и получилось. Да, ей сейчас нужна поддержка, мне кажется. Поддержка нужна, но она закалена уже. Мне кажется, даже в глазах это читается. Ей нужно сейчас учиться, которое будет ей тепло давать максимально. Скажите, а почему все прощали? Вот через 8 лет совместной жизни он с вашей же подругой, кстати, не с вами, девчонки, не с одной из вас, сбежал в Париж. Ну, сейчас я уже вспоминаю об этом с улыбкой. Нет, а почему простили? Любили так сильно? Да. Вы встречались даже с соперницей? Да. И что? Ну, это была моя инициатива, потому что он рассказывал всем, что я страдаю, я звоню и прошу вернуться. Но соперница была ваша подружка? Ну, нельзя сказать, что она была подругой, она была знакомой. А вы с ней встречались на какой предмет? Чтобы она оставила вас в покое? Да, хотела показать все сообщения, чтобы он меня оставил в покое. Это вообще бесполезно. Сама знаешь. Вообще, я считаю, что смотреть чужие телефоны... Да нет, просто показывать нет, даже сообщения проверять. Она хотела ей показать. И все это, это бред. Это бесполезно. Вы, наверное, все-таки хотели, чтобы он к вам вернулся. И он же вернулся к вам. Да. Да. А как это случилось? Он вас похоронил? Урод. Ну, сейчас мне опять же весело об этом вспоминать. У него была неприятная ситуация на работе. Ему нужно было встретиться с партнерами и что-то им сказать очень важное, на что он не мог решиться. И мне позвонила моя подруга Елена и стала спрашивать, с тобой все в порядке? Я говорю, что случилось? На что она ответила, что ей опять же наши общие знакомые позвонили, стали спрашивать, все ли со мной в порядке. Оказалось, что, чтобы избежать этой встречи, своим партнерам он сказал, что у него умерла девушка, и поэтому на встречу он приехать не сможет. Я была сначала шокирована и... Повернулся же язык. Смотрите, не назвал бабушку престарелую, прабабушку или тетю. У ближайших родственников грех называть. Ну, оговорки по Фрейду, кого хотел похоронить, того похоронил. Так случилось. Не знаю, вот я ее слушаю, мне скучно. Нифига себе. Он хочет, чтобы у него была веселая... А он же, по-моему, сам сидит, не понимает, чем он хочет. К нему приходит веселая, ему не нравится. Приходит яйца. Яйца не нравятся. Ребят, ну, пообщайтесь. Можно вопросик, образование у вас какое? Я прослушала, наверное. Про образование, по-моему, не говорили. Выше международное отношение Санкт-Петербургский государственный университет. Молодец какая. Здорово. Я вообще к фитерским отношусь с большой нежностью. Ну, покажите сюрприз. Ему она подходит больше всех. Но вот ей такого не пожелаешь. Пойдемте. Я думаю, что пойдет помогать вам Юрий, потому что у Леши нога болит. Да, пожалуйста. Юра отдувается за жениха. Я, кстати, чемпион Москвы по Индеборгу. Да что вы! Нет, я должна обязательно это озвучить. Это называется? Индеборд. А вы знаете, что Алексей чемпион Москвы по Индеборгу? А ты все. У него животик. Не стыдно тебе? Нет, не стыдно. Я вновь верю, верю, чемпион. Ужас. Мы, кстати, с Юрой даже можем вдвоем устоять на этой штуке. У нас даже есть фотография, где мы... Ну что, не терпится пойти, может быть, со связкой? Тоже чемпион? Давайте. Смотри, как заделать, парень. Пошел, помогай. Вы нуждаете нашего травмированного друга показывать то, что было давно. Леш, только смотри, не навреди себе, ладно? Хорошо. Ох, Леха. Да, все-таки он пошел. Слушай, видимо, такой интерес. Аккуратно, аккуратно. Ты разбалансирована очень сильно. Ну возьми за талию это. Вот. Вот. Держи, держи. Очень эротично я вам скажу. Я уже не успела. Смотрю. Да, ну и пройдемся. Все это участвует. Разведка боем. Да, я уже не знаю. Мы нашли невесту. Мы нашли невесту. Отлично. Молодец, Танюк, что не позволила своему вот так вот придерживать. Спасибо, девчонки. Проходите в свою комнату. Расбалансирована. Ну что? Ну очень миленько, по-моему, все прошло. Ну что, делитесь впечатлениями. Мне кажется, что достаточно достойный, миниатюрный, но очень, так сказать, с большим потенциалом вариант. Алексей, я советую тебе присмотреться. Не руби с плеча, погляди, пощупай, хотя тоже пощупал. Мне думается, что как раз то вот... Зачем пришел? Та грань, да, которая вроде как и не сорви голова, но это тоже время очень домашнее и приличная девочка. Мне кажется, что имеет смысл. Понравилась. Понравилась, Илона очень понравилась. То есть вы ее видите в своей компании? Я вижу в своей компании. Я же знаю, как могут подружки. Вижу, и девочки у нее приятные, подруги. И вижу Лешу. Леша. Вы будете рады? Очень. Нет, они живут. Выснете меня в Москву? Они в живую. По-другому будет. По-другому будет, да. Хорошая девочка. Девочка хорошая. Как вместо встречи изменить нельзя? Присмотрись к ней. Да. А потом эго-то тешится-то будет все-таки. И животик твой не особо будет заметен, как бы. Да. Что-то тебя этот живот волнует. Ну а как? Если ты спортсмен, то выглядеть должен, как говорится. Хорошо. Вы видели Федора Гемелиянника? Кто такой? Почему не знаю? Ну вы что? Что, живот у него? Это лучший бойец в мире. Смотрите, и возраст у нее прекрасный. Не старая, но уже с опытом. И образовательная, замечательная, университетская. Она очень эмоциональная, правда не всегда хорошо осознает свои реакции. Но она очень привязывается, очень по-настоящему. В ней есть и нужная грань домашности, что ли. И в ней есть и свобода любви. Она не такая боевая девушка, как вам нужна. И несмотря на то, что мне Илона... Да не нужна никому боевая такая. Она ему нужна. Понимаешь, Лариса, в чем дело? Мужчина может себя убедить, что нужна для семейной жизни спокойная. Но потом ему снесет крышу от яркой, заводной, зажигательной. Что потом будет с семьей? Вот это вопрос. Поэтому мне кажется, что Илона чудесная девушка сама по себе. Но если она сможет вообще не с вами проявить чуть больше огня, это будет на пользу отношениям и вам. После рекламы мы узнаем, кого выберет наш жених. Не пропустите. Настал момент, когда нужно кого-то выбирать. Кого рекомендуете? Я бы порекомендовал уроженку северной столицы, как, собственно, и та прекрасная барышня, которая сидит рядом со мной, моя жена. Бери. Илону. Тань. Все три девушки потрясающие. Светлана, Татьяна, Илона. Но, наверное, я бы тоже склонилась к Илоне. Но она действительно очень интересная. Я вижу вас вдвоем. Я вижу ее в нашей компании, действительно. Тебе понравился Алексей? Да. У меня сложилось положительное впечатление о нем. Ты выйдешь к нему? Да. Все девушки просто потрясающие. Конечно, первый танец, он вообще был сверхзажигательным. И пусть это останется вашей эротической фантазией. Светлана, как тебе жених? Понравился? Не мой. Не мой, Татьяна. Ты выйдешь за ним, если он зайдет? Нет. Вторая девушка мне понравилась своей такой живостью и любвеобильностью. То есть она... У нее глаз горит. А все-таки, если он будет настроен к тебе очень положительно, если он зайдет, ты выйдешь за ним? Я бы пообщалась с ним. Я... Ну, пообщаться, да? Да? Да. Третья девушка тоже сверхпотрясающая. Она голубоглазая блондинка. То есть то, что я как бы... Ну, вот ее я вам и рекомендую. Думайте. Потому что она действительно прелестная. Она действительно готова выйти замуж. А если зайдет в эту комнату, выйдешь за ним? Выйду. Я бы узнала его поближе. Роза. Что такое супруги? В одной упруге. Илоночка, два таких красивых ослика, в одной упруге. Супруги. Серьезно? Да, острый. Есть единственный положительный, убийственный звездный аргумент в гороскопе Илона. Ее Марс находится в знаке рыб. Идеальный для нее образ мужчины – это мужчина рыбы. Поэтому Илона очевидный. В общем, слушайте себя. Быстренько проходите к кому хотите. Мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Вячеслав, 26 лет, номер 2866. Программист в крупной западной компании. Катается на бейкборде, играет в рэкбол. Познакомится с образованной девушкой от 20 до 25 лет, которая не стесняется выступать публично. Галина, 25 лет, номер 2867. Региональный менеджер в торговой компании. Любит готовить, обожает делать подарки друзьям. Утверждает, что она заботливая, открытая и веселая девушка. Мечтает встретить инициативного спортивного брюнета с чувством юмора, на которого можно положиться. Мы не знаем, выйдет Алексей один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Привет! Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Пойдем? Ну что, пойдем. Сегодня у нас есть пара Алексея и Илона. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Куроканала. Если вам понравилось, если кто-то из участников сегодняшней программы, или хотите с ним познакомиться, отправляйте к самому самому герою на номер 4151. Я Ларисе Гузей выжелаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелись. Удачи. Жена, да, говорит тебе, я тебя люблю, подписывает открытки, любимый муж на день рождения. И через месяц она тебе говорит, я тебя разлюбил. А че это она у вас на 20 килограмм поправилась? Я, в принципе, для нее ничего не жалел. Любимый. Я толстая. Вы скажете, конечно. Собирай чемодан и уматывай. Я лазю по опасным зданиям, заброшенным. О, Сереж, крачу бы надо сходить, да. Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой, под латину мы танцуем во слое. Субтитры подогнал «Симон»!